Добрый день, дорогие зрители телеканала Уллправда ТВ. Меня зовут Дарья Сударева, сегодня у нас в гостях министр искусства и культурной политики Евгения Сидорова. Евгения Евгеньевна, здравствуйте, с Новым годом вас! Здравствуйте, Дарья, с Новым годом вас, ваших коллег и, конечно, всех, кто любит Улправду и вообще всех с наступившим новым 2020 годом. Спасибо большое. Начало 2020 года, время уже подводить итоги окончательной 2019 года. Очень много культурных мероприятий проходило под эгидой Года театра и национального проекта «Культура». Расскажите о самых основных проектах, которые удалось реализовать в 2019 году. На самом деле год был очень событийно насыщенным, вы в этом абсолютно правы. И мы рады тому, что в соответствии с 204 указом президента Российской Федерации впервые в культуре есть свой национальный проект. Ну и здорово, что уже в четвертый раз в Российской Федерации был год под эгидой Гуманитарного года, Года театра. И опять-таки он дал новые возможности для развития государственным театрам, негосударственным театрам, большим региональным, большим федеральным, детским, кукольным. И мы, безусловно, это развитие почувствовали. Тот план, та программа мероприятий, которую мы для себя прописывали на год театра, мы ее реализовали в полном объеме. Это даже чуть больше премьерных спектаклей, чем мы планировали. Мы планировали 22 по факту за 2019 год. Мы представили 26 премьерных спектаклей жителям и гостям нашего региона. Чуть больше случилось гастролей, выездов наших театров. И я не буду останавливаться на всех, потому что есть ряд традиционных, таких как, например, гастроли драматического театра в Израиль, в Данию. Но вот в этом году впервые драматический театр представлял наш спектакль «Бедная Лиза» на Кипре и имел колоссальный успех. И эта поездка дала нам возможность принять решение, возобновление, возможно, спектакля по Гончарову, который можно было бы представлять в Европе, поскольку это вызывает интерес. И театр это почувствовал, эти впечатления от гастролей. Конечно, это наши давние партнерские связи с Севастополем театра юного зрителя, и они опять туда съездили. Безусловно, продолжалась программа «Большие гастроли». Очень приятно, что наш театр «Кукол» в год своего 75-летия побывал с большими гастролями на Сахалине, получив от этого удовольствие. И мы здесь в течение года в рамках фестиваля «Все сказки в гости к нам», посвященному юбилею театра «Кукол», увидели огромное количество замечательных спектаклей, в том числе и спектаклей о «Золотой маске». Также, например, для нас совершенно неожиданными стали гастроли в конце года театра юного зрителя в Рим. Это уже новые такие партнерские отношения, которые рождаются, когда театры выезжают в Европу, их там видят и начинают приглашать. Для нас это особенно важно в преддверии большой реконструкции театра юного зрителя. Мы понимаем, что география поезда к театру юного зрителя будет достаточно интересной, когда театр встанет на серьезную реконструкцию в рамках национального проекта «Культура». Но хотелось бы мне также еще вспомнить яркие события, такие как юбилей народной артистки России Кларины Ивановны Шадько. 8 марта мы ее чествовали, и это было замечательное зрелище. Новые фестивали, такие как опять-таки фестиваль «Вместе театра юного зрителя». И теперь уже следующий будет возможен, когда мы завершим реконструкцию, и это будет второй фестиваль, скажем, в новом театре, поскольку реконструкция предполагает практически перестройку всего театра. Это, конечно, театральный Атомград, который в пятый раз прошел в Димитровграде, собрав 9 городов и представив замечательную афишу. Это, безусловно, фестиваль, которым мы завершали год театра «История государства российского отечества и судьбы». Где мы представили в афише и тем самым, наверное, доставили огромное удовольствие жителям нашего региона спектакли из Лондона, Гейтельберга, из Белоруссии. Кстати, мы им заканчивали, это был спектакль «Гончаров» и, конечно, спектакль «Золотомасочник» Башкирского национального драматического театра «Зулиха» по роману Гузель Яхиной. Ну и в этом году, в год театра, губернатор поддержал наше предложение и фестиваль «Золотая маска» как никогда имел большую афишу. Это было 6 спектаклей и 11 показов, включая город Димитровград. Поэтому большие артисты были здесь. Открывали мы, если вы помните, замечательным спектаклем театра Маяковского «Кант», где в главных ролях были все ведущие, знаменитые, именитые, можно много эпитетов применять. Артисты театра Маяковского во главе с Игорем Матвеевичем Костолевским, президентом «Золотой маски». Поэтому впечатлений, наверное, от года театра у наших жителей и гостей более чем достаточно. Мы не собираемся останавливаться на этом. Сейчас у нас есть одна очень интересная задумка, связанная с театральным проектом. Я не буду пока о ней говорить, поскольку мы только-только приступили в конце года к разработке этого проекта. Но в год 235-летия Ульяновского драматического театра в следующем году я очень надеюсь, что мы сможем представить для жителей региона один очень интересный проект с очень надежным и солидным партнером в юбилей еще одного очень замечательного столичного театра. Вот так я загадками сказала, потому что пока не могу говорить об этом конкретно, мы только начали и приступили к переговорам по реализации этого проекта. Но надеюсь, что у нас все получится, а это вместе с нашими любимыми театральными фестивалями, теми премьерами, которые будут запланированы в 2020 году, для ульяновцев будет еще такой замечательный подарок, подарок губернатору Ульяновской области. Вот такой новый проект. Что же касается укрепления материально-технической базы, в год театра здесь мы тоже неплохо поработали. В рамках национального проекта культуры мы завершили ремонтно-реставрационные работы исторической части Ульяновского областного театра «Куколы». Мне очень приятно сегодня этот объект, чаще всего я встречаю в социальных сетях по улице Гончарова, потому что он, конечно, привлекает внимание теперь своей красотой, своей замечательной подсветкой, которая была установлена на фасаде театра. Мы будем продолжать и уже направили в конце года заявку в Министерство культуры Российской Федерации на продолжение ремонтных работ новой части театра, которая была пристроена уже в 80-х годах прошлого века. Очень надеемся на поддержку федерального Минкульта, что мы сможем эти средства получить и полностью привести областной театр «Кукол» в хорошее нормативное состояние. Вместе с заявкой на театр «Кукол» нами также была направлена заявка предварительная на обновление светового, звукового оборудования и кресел в зрительном зале почти на 77 миллионов рублей в областном драматическом театре. Сейчас, пока мы не получили от Минкульта обратные связи, это будет в рамках национального проекта «Культура», это будет в рамках какой-то программы, каков будет порядок. Мы очень надеемся, что мы сможем, благодаря решению президента Российской Федерации о том, что год театра завершен, но он завершен просто в календаре, но развитие и поддержка региональных театров будет продолжена. Мы очень надеемся, что мы сможем еще привлечь порядка 100-100 миллионов рублей в регион для того, чтобы укрепить материально-техническую базу наших театров. Про ТЮЗ я уже здесь не говорю, хотя приятно всегда повторять эту цифру. Мы ждем порядка 360 миллионов рублей из федерального бюджета, чтобы нам сделать эту замечательную реконструкцию ТЮЗа. Поэтому, вот видите, на государственном уровне эти решения приняты, мы в этих программах участвуем и надеемся на то, что все, что мы запланировали, все будет сделано нами в части развития материально-технических баз наших государственных театров. Конечно, тут театрами дело не обходится. Было большое внимание уделено и другим учреждениям культуры, домам культуры в районах области, библиотекам, в том числе модельные библиотеки новые. Что, по-вашему, было основное, может быть, какие-то основные моменты, в том числе закупка оборудования для библиотек и для других учреждений культуры? Что можно выделить? Национальный проект культуры, мероприятия, которые мы реализуем, прописаны сразу в программе Национального проекта культуры. Поэтому мы в этом году завершили, ввели в эксплуатацию два новых дома культуры в селе Средний Сантимир Новомолоклинского района и в селе Архангельское Чердоклинского района. Клубы эти работают, в них должны появиться, кроме имеющихся уже направлений деятельности, должны появиться новые направления деятельности. В том числе обязательным сегодня для клубов является направление работы с молодежью на селе. И здесь, в первую очередь, мы, конечно, ждем поддержки самой молодежи, тем более в наступивший уже год молодых. Безусловно, это клубы активного долголетия будут присутствовать теперь во вновь построенных объектах. Они небольшие, но для села это вполне достаточные учреждения, имеющие еще внутри библиотеки, что очень удобно для жителей села. И мне кажется, что это решение, которое также было принято на федеральном уровне, абсолютно правильное. Оно дает возможность там, где никогда на территориях регионов не было сельских учреждений культуры, их построить. И для этого, кстати, субъекту нужно не очень много. Нужно выбрать типовой экономически эффективный проект, привязать его к территории, сформировать в обозначенные сроки заявки, направить эти заявки и рассчитывать на удачу и успех, что данная заявка будет поддержана федеральным министерством. Мы в следующем году работу по строительству новых клубов продолжаем. Это два клуба, село Красный Яр Чердоклинского района и село Никольское на Черемшане Меликесского района. И уже сегодня мы готовимся к 2021 году заявочной кампании на строительство клубов Дмитрия Помрязькина, Староманский район и село Креуша, городской округ Новульяновск. Этим наши желания не завершаются. У нас еще есть планы по строительству нового клуба в селе Старое Тимошкино, Барышевского района. Ну и далее мы будем смотреть, где еще клубы необходимы в Ульяновской области и вести переговоры с Министерством культуры Российской Федерации о возможной поддержке наших заявок. Что же касается модельных библиотек, здесь тоже распределение федеральных средств происходит в рамках конкурсного отбора. Вот в прошлом году мы направляли 11 заявок, из них было поддержано 3. Поэтому в этом году мы будем, в 2020 году в текущем, мы будем заниматься созданием двух детских модельных библиотек в Сенгилее и Димитровграде. И рядышком с вами здесь недалеко соседствующая центральная библиотека имени Ивана Александровича Гончарова получила поддержку в объеме 10 миллионов рублей на создание модельной, очень серьезной, хорошо оборудованной библиотеки. Что же касается 2019 года, то мы в конкурсном отборе попали во вторую волну и уже счастье в объеме 10 миллионов рублей к нам пришло почти в конце осени. И это была архисложная задача сработать очень качественно для того, чтобы освоить деньги с федерального бюджета, которые пришли, повторюсь, достаточно поздно. Но здесь я хочу высказать слова благодарности большой команде города Ульяновска, которая не подвела наш субъект, которая сделала все своевременно. И мы буквально 14-15 декабря открыли две хорошие модельные библиотеки номер 12 и 18 в городе Ульяновске с федеральной поддержкой. И в течение года мы еще продолжали ту работу, которая была начата в субъекте давно, создали еще четыре модельные библиотеки в муниципальных районах, где мы выделяем из регионального бюджета по 500 тысяч. Я была в двух таких библиотеках. Была в Красносельске и Новоспасского района, была в Озерках Чердоклинского района. Хочу вам сказать, конечно, для таких небольших поселений это очень замечательный подарок. И библиотеки на самом деле, главное, получили большое количество новых книг. И теперь к ним с удовольствием приходят жители для того, чтобы почитать эти новые книги. Там организованы интересные яркие детские зоны, там есть уголки для чтения для взрослых, есть необходимое оборудование для выхода в интернет. Поэтому модельная библиотека, конечно, дает развитие маленькому населенному пункту. И это прекрасно. Также в национальном проекте «Культура» мы участвовали в конкурсе на создание виртуальных концертных залов. И открыли второй виртуальный концертный зал в городе Димитровграде в музыкальном колледже. Эту работу мы будем также продолжать, направляя туда заявки. Мы получили 30 хороших пианино, и они разъехались по Ульяновской области. Практически каждый второй муниципальный район получил новый замечательный инструмент. И эта работа будет продолжена в 2020 году. В рамках национального проекта мы получим музыкального оборудования на 17 миллионов рублей из федерального бюджета. И еще 3 миллиона будут вложены областных средств. Поэтому это тоже очень хорошая поддержка. Мы провели первый грантовый конкурс. И та десятка, которая стала его победителем, реализовала свои проекты. Проекты все очень хорошие, все очень качественные. В следующем году эта практика будет продолжена. И поддержка из регионального бюджета на творческие инновации будет только приветствоваться. На творческие инициативы мы будем объявлять грантовый конкурс. И вот, пожалуй, из того, что финансируется сегодня из регионального областного бюджета, основные мероприятия все. Цифровая культура еще есть у нас такой проект. Там мы оборудовали в прошедшем году два наших музея Краеведческий и Ленинский мемориал аудиогидами. В 2020 году в эту программу включается Ундровский палеонтологический музей. И, собственно, мы будем двигаться. Ну и, конечно, много внимания в национальном проекте культура отводилось такому направлению, как волонтер культура. Эта часть работы нами также выполнена. Мы показатель перевыполнили. У нас фактически сегодня зарегистрированных 100 волонтеров культуры. Для них это очень интересная история. Кто-то из них побывал в Печорах на стажировке. Кто-то потом, приехав, рассказал об этом. В любом случае, это хорошее дело. Мы создали свой проектный офис волонтеров культуры на базе нашего Ульяновского колледжа искусства и культуры. Они получили в бюджете 2020 года поддержку. Им будет закуплен автомобиль, на котором волонтеры культуры. Мы его брондируем в соответствии с логотипами федеральными. И они смогут еще и разъезжать по региону и бывать там, где их ждут, где они нужны. Поэтому национальный проект культура в 2020 году будет продолжен. Все необходимое софинансирование к федеральным деньгам в нашем отраслевом бюджете предусмотрено из областного бюджета. Поэтому я очень надеюсь на то, что это уже будет второй год. У нас есть практика, есть опыт. Мы будем делать все в спокойном режиме. И все мероприятия национального проекта культура будут реализованы в 2020 году. В завершении хотелось бы, раз мы уже затронули планы на 2020 год, немножечко о культурных мероприятиях. Вы уже говорили, заинтриговывали нас проектом драмтеатра. А в целом следующий год, этот вернее год у нас, год 75-летия победы. И, скорее всего, это будет отражено и во всех культурных мероприятиях города и области. Вот можно уже говорить о каких-то планах, на что будет ориентировано учреждение культуры? Говорить можно. Мы спланировали свою деятельность. У нас есть два больших сетевых проекта, в реализацию которых будет вся Ульяновская область вовлечена. Я не оговорилась со словом «вся», потому что задача этих проектов – вовлечь не только тех, кто работает в культуре, но всех жителей. Это проект «За народную песню», о котором мы говорим в рамках фестивалей, связанных с народной песней. Но вот в 2020 году он переформатирован, он приобретает очень масштабное звучание. И на самом деле он нравится населению. Мы это отмечаем, особенно по последним концертам октября, ноября, декабря, когда мы видим в тысячных залах присутствующие зрители поют вместе с теми, кто находится на сцене. Поэтому это проект номер один, который должен объединить всех. И проект номер два мы его презентовали в рамках нашей тематической недели национального проекта «Культура» 11 декабря. Это «За народное чтение». «За народное чтение» – проект сложный. В первый год его темой становится поэзия. Поэтому мы все вместе будем еще читать хорошие стихи, будем учиться писать хорошие стихи, будем выявлять новых молодых талантливых людей в год молодых для того, чтобы окружить их своей заботой и пригласить в ряды молодых творцов. Вот эти два проекта «За народное чтение», «За народную песню» – они на самом деле охватят всю Ульяновскую область, когда мы в едином порыве будем заниматься творчеством. Что же касается Великой Победы, у нас есть план мероприятий. Он включает в себя огромное количество выставочных проектов. Причем мы календарь выставочных проектов построили таким образом, чтобы и до Дня Победы, начиная буквально с февраля, с дат воинской славы, мы открывали интересные выставки, чтобы у нас не все сразу они пришли где-то на конец апреля-начало мая, а чтобы в течение года мы могли представлять выставочные проекты, могли на них бывать. Есть, конечно, кульминационные доминирующие вещи, но этот календарь мы прописали все вместе, все государственные музеи, с учетом нашего проекта «Музейной недели», который стартовал в 2019 году, вы помните, да, в 2020 году этот проект продолжится, когда одна неделя является бесплатной для посещения жителями в те или иные музеи на те или иные выставочные проекты, поэтому, конечно, это будут замечательные выставки, посвященные Великой Победе, это будут фестивали народного творчества, посвященные Великой Победе, и мы, опять-таки, масштабировали свой проект, который делали в год 70-летия Победы Белорусский вокзал, это будет проект «Локомотив» Ульяновской области, он вышел, уже можно сейчас об этом сказать, на международный уровень, поскольку его учредитель театра юного зрителя вот всю вторую половину года, бывая на гастролях, обязательно вели переговоры об участии тех территорий в нашем проекте, и у нас уже на сегодняшний день есть понимание по сотрудничеству с субъектами Российской Федерации, по сотрудничеству со странами независимых государств и по сотрудничеству с некоторыми европейскими государствами, поэтому этот проект очень большой, мы написали заявку на президентский грант, в первую волну не попали, но мы не расстроились и направили заявку повторно на поддержку этого проекта, очень надеемся в конце января, что все-таки поддержка президентского, поддержка нашего проекта «Белорусский вокзал» у нас случится, и мы получим президентский грант для того, чтобы реализовать его еще более масштабно, хотя в бюджет мы предусмотрели необходимые средства на его реализацию. И, конечно, в год молодых, я так полагаю, что у нас очень будет много молодежных инициатив в конце года. Мы встречались с отраслевой молодежью, говорили о том, как бы нам хотелось провести этот год, ждем, возможно, каких-то интересных идей и задач от дирекции года молодых, и уже ориентируясь на них, мы будем формировать и свой план действий, связанный с годом молодых. Ну, а так еще традиционно, конечно, 20-й год у нас открывается большим международным музыкальным фестивалем «Мир эпох и имена». Вы нас часто приглашаете поговорить об этом фестивале. В этом году его звучание будет связано со 150-летием Владимира Ильича Ленина, программа будет большой, фактически на два месяца этот фестиваль развернется здесь, в городе Ульяновске и Ульяновской области. Ну, и я так полагаю, что наши уже полюбившиеся проекты, такие как Международный кинофестиваль 12, мы тоже к нему начали потихонечку готовиться. И вообще мы в 2020 году уже выходим на новый уровень работы нашего кинофонда. В конце года к Международному дню кино мы открыли кинолабораторию в Ульяновске на фонде, пригласили наши ульяновские киношколы, им все очень понравилось. И я надеюсь на то, что это будет такой творческой локацией для всех тех, кто любит снимать кино. И, возможно, эта тема как-то тоже найдет свое отражение вместе с этим творческим пространством в программе нашего 12-го Международного кинофестиваля имени Валентины Михайловны Леонтьевой. Ну, и я думаю, что осень всегда у нас наполнена событиями. И мы будем готовиться к Международному культурному форуму и той культурной программе, которая сопровождает его. Надеюсь на то, что будет крайне интересная жизнь летом в парках, поскольку мы предусмотрели субсидию в 5 миллионов рублей для города Ульяновска, для того, чтобы летняя жизнь в парках была интересной, активной. Надеюсь, что этих денег достаточно решить эту задачу. И, конечно, государственные праздники, конечно, праздники национальные наши любимые. Все, что мы любим, все, чего мы ждем, все в 2020 году будет. И немножечко еще, чуть больше. Будет интересно. Спасибо большое, Евгения Евгеньевна. Мы, конечно, я и мои коллеги будем следить за развитием событий в следующем и в этом году. Спасибо большое, дорогие зрители, что были с нами. Увидимся с вами в следующих выпусках. До новых встреч. До свидания.